И так, мы возвращаемся, возвращаемся мы, так, сейчас еще игру бы неплохо запустить обратно, так, ага, ага, окей, да, пати инвайт, очередной пати инвайт, я надеюсь, ух ты, у нас уже какая пати инвайт, неужели пати наконец стала суммироваться, а не выкидывать туда-сюда, потому что в прошлый раз, когда я пати инвайт, приглашала, она почему-то расформировалась периодически, у кого какие предложения, посидим, пообьем кого-нибудь, что у нас там вообще на стриме, стрим вообще идет, а, ну вроде идет, что у меня просто в браузере подтормаживает, ну окей, все хорошо, значит все хорошо, Вот, видите, пати скинулась почему-то, одного добавила, остальные скинулись, печалька какая-то Темнеет, волков на дрова, используйте драконов как зажигалку и все будет норм Хороший совет Это снова Юлия из Приморикс Дэтума постоянно кричит о том, что ей нужно кого-то убить, поэтому я согласна с тем, что она коварная Также мне понравилась с идеей стерой Она же халявная, но с донатом да, те девочки вроде Элинами называются Да, совет про волков прикольный, можно действительно на драконов использовать на дрова, драконов как зажигалку использовать Да, девочки Элины называются, там раса, значит, Элины девочки-девочки такие маленькие кавайны, а мальчики там всякие брундучки и прочие милые животные Забавная достаточно игра, но эльфы там более фигуристые, конечно И да, главное, что Тера бесплатная, донат там в основном на костюмы и на ускоренную прокачку, поэтому если это какие-то начальные левы, то это вообще никакого смысла не имеет И самое главное, начальные уровни там достаточно просто качаются, никаких проблем там с этим в принципе нет Игра не напряжная совершенно в этом плане, нет никаких-то таких прям супер непроходимых мест Вот, подбор подземелья там автоматически есть, поэтому все достаточно просто, даже если один играешь в соло Да, я коварна, я согласна Я даже спорить не буду Так, ну что, еще кого-нибудь убьем? Или вы тут хорошо сидите на дереве? Ну давайте я поотвечаю на вопросы, вы, если хотите, можете поубивать внизу волков, если вам скучно сидеть Они там есть в большом количестве Сейчас я чуть-чуть поотвечаю, потом возможно тоже еще чуть-чуть поубиваю, потому что мне нравится фармить Ха-ха-ха Так Я у пепельной фигни, куда, где вы? Мы чуть-чуть дальше от пепельной фигни Я вот сейчас сделаю конфетный дождь Я думаю, это облако хорошо видно, поэтому подходите, мы вот на этом дереве сидим Я думаю, облако вы должны увидеть даже с пепельной фигней Вон пепельную фигню я вижу отсюда, с экрана Так, комната B73, сервер Everypony, локация Heartlands Так, чат, 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 вернись нормально Вот, что он не до конца был виден Так, Тома, тебя приглашали на Econ в Екатеринбург Econ, я такой Econ не знаю Я знаю какие-то другие конвенты в Екатеринбурге, по-моему, были Но нет, меня не приглашали в Екатеринбург И опять-таки мы вряд ли на Урал поедем Далековато такие от нас Будут ли ролики по MiToma? Я там каждый день практически бываю Но, честно говоря, я просто не знаю, что там снимать Это обычная социальная сеть просто с человечками, которые ходят Поэтому, нет, я думаю Я сканшоты делаю в Твиттере, выкладываю Тома, у тебя 74, все дополнения и каталоги У меня вообще ни одного каталога не куплено Кроме бесплатного Рождества У меня оба дополнения на работу И веселимся вместе А именно потом уже каталоги И, как там эти называют Там есть такие чуть покрупнее дополнения За 900 рублей И чуть поменьше дополнения за 500 рублей Короче, их я не покупала Ну, там именно, что такие незначительные различные улучшения И небольшие такие добавления в игровой процесс Типа Спасалона, да Но я это ничего не покупала, честно говоря Все-таки Симса достаточно дорогая игра для меня Поэтому у меня и дополнение это покупала С 50% скидкой, когда они были Так Буду ли я играть в Парапа? Я даже не знаю, о чем это речь Нравятся ли мне шопкинсы? Опять-таки, очень символически Я не знаю, видела, как выглядят игрушки Но не знаю, о чем там вообще Так понимаю, какие-то там зверушки Которые магазинные предметы Что-то такое На каком сервере ты играешь? На каком обычный? Играю во что? Сейчас я играю на Everypony А если имеется в виду Терра Я не помню название своего сервера К сожалению Как в Hardlands попасть? Смотря из какой локации Вот Будут ли стоп-моушены по Monster High? Нет, не будут Стримлю я, как, наверное, из всей Через X-Split Я не знаю, через что еще можно стримить Каких пони я планирую покупать? Пока не решила Зависит от цены в нашей рознице Там Я очень хочу кристальный замок Скейденс Ну Из флори Я надеюсь, что он будет не очень дорогой Я смогу все-таки его себе купить Он клевый И нравится глиттерные пони Фэшн пони Прикольные есть В общем Посмотрим По каким ценам нам это все заведется И там выберу что-нибудь Смотрели ли мы вселенную Стивена? Да, мы с Крисом смотрели вселенную Стивена Целиком первый А второй Начало второго сезона мы смотрели В общем, мы смотрели до Там, когда Эпик был С этим Где-то там В конце первого сезона, наверное, да И начало второго Там немножко посмотрели Несколько серий Но мы планируем досмотреть Потому что, в принципе Сначала он так неторопливо очень начинался Но потом вроде как Раскочегарился И стал более интересным В принципе, нам понравилось Так что, скорее всего, как-нибудь досмотрим Как попасть в Heartlands Из Клоудополиса Возле Дирижабля Там есть два телепорта Направо Это у нас В Кантермор А налево В Heartlands Там стоят табличечки с надписями Можете посмотреть Там все написано В Heartlands Из Кристальной Империи Можно попасть Только через Кантермор Или лучше через Панидейл Доезжаете на станции В Панидейл На паровозе И там идете В Панидейл Чуть-чуть прямо от станции И налево сразу Посмотри в свой журнал 26 оповещений Курсор Где? На втором мониторе застрял Ну да 26 трейдинговых реквестов От меня Кто-то что-то хотел Ну наверное уже Не имеет смысла их одобрять Я их хочу еще просто Чтоб они не мешали Ну просто что Народу много Поэтому Конечно всем У нас там кто-то кастует Наверху что-то Так Будет Майн Майн Как я уже говорила Я сейчас рассматриваю Вариант постримить Одна Майн Одиночную Потому что с Крисом Мы сейчас не можем записывать Майн Тома какую Ты пони любишь Разных люблю Наиболее люблю Кейденс А уже два часа Да и два часа И это наверное Последние полчаса будут Поэтому То что вы слышите Что голос у меня Потихонечку хрипнет Не могу я слишком долго Говорить Смотрела ли ты Последний сезон Адвенчер Тайм Понравилась ли тебе История Марселин К сожалению Адвенчер Тайм Я смотрела только Начало первого сезона Там серии Не знаю Десять Двадцать Только поверхностно Знакома с персонажами Кажется Если я не выйду из игры То мой ноут точно сгорит Жизнь боль Когда фпс 0 Господа Ваши скрины Вы можете закинуть В группу легендсов Эквистрия И спасибо Тома за стрим Хэй Тома А ты в курсе Что я тут делаю Еще одну игру Полоя Небольшая такая РПГ с алоу И как главным персонажем И некоторыми Не пессимизмом Например В игре уже есть флан После добавлю Мэпплсвит Так О Еще что-то Книжка Рок Он могуч Он гоняет Стаи туч Он волнует Море и пани Всюду веет На просторе Иксд Так давайте По порядку Блэк Мэйн Это у нас по-моему Один из администраторов Официальной группы Вконтакте Насколько я поняла По игре Спасибо что Пришел к нам На стрим Ну да Конечно игра Для ноутов Наверное Немножко сильно Требовательная Понятно Ссылка на вашу группу По-моему У меня есть в описании Если я правильно помню Скриншоты Соответственно Да-да Тоже можете Ребята Кто делает скриншоты Можете потом Зайти в группу Закинуть Так сказать Поспособствовать Развитию игры Спасибо Блэк Мэйн Что приходил Ференор По поводу Твоей игры Вой нет Первый раз Слышу Если там уже Что-то Есть Более такое Материальное Может мне Скинуть Потом Какие-то Ссылки Я тоже Могу По ним Снять Какой-нибудь Ролик Я думаю Ознакомительный Для ребят Потому что Я об этом Проекте К сожалению Не слышала Если это Тем более Как-то Пересекается С основной ММО Будет Достаточно Прикольно Наверное И Феликсия Книж Корокон Могуч Очень Собавный Стижок Спасибо Ребятам За пожертвование Так Так Я смотрю У нас тут Такое Дерево Окупированное Слушайте Я хочу Наверное Все-таки Еще немножко Поубивать Волков Какой у меня Уровень 14 Я хочу Хотя бы До 15 Докачаться Я не знаю На каком уровне Следующая бронька Но я хочу Все-таки Немножко Качнуться Поэтому Если вы не против Я немножко Спущусь И все-таки Кого-нибудь Еще поубиваю При этом Я буду стараться Немножко Еще отвечать На вопросы Из чата Так Окей Вот Я смотрю Тут кто-то Кого-то Убивает Кто-то Кого-то Убивает Сундучки Отлично Я хочу Просто до 15 Уровня Качнуться Чтобы попробовать Бронику Новую Купить Правда Я не знаю Там 15 Или 20 Уровень Я надеюсь 15 А может быть И 20 Тома Папку Надо загружать С мега Или в браузере Лучше Зайдите В описании К этому ролику Есть ссылка На ресурс Taboon Everypony.ru Там есть ссылки С яндекс Диска Скачайте Потому что С мега Вы не скачаете Скорее всего Там слишком большой файл Для бесплатной скачки Через браузер Поэтому лучше Просто зайдите На яндекс диск И скачайте с него Это самый Как бы Лучший способ На данный момент Это сделать Там Смотрите Какая у вас винда 64 32-битная И качаете Соответствующий Дистрибутив Который вам нужен Лучше Вот с папочки Потому что С меги Вы просто не скачаете Без регистрации Тома Как найти твой сервер Мой сервер Европония Который В списке Я напоминаю Что это официальный сервер А это не Сервера русского клиента Да Это именно Официальный сервера игры Ссылочка на Клиента Есть в описании Сервер Европония Сегодня Потому что На колторадо Нас почему-то не пустили Да Не уходи Постой Просто Побудь со мной Он уже умер Он уже умер Или нет Как попасть в твою локацию Из Коудополиса Идете До дирижабля Дирижабль у нас Над летной школой И С лестницы Налево Вот Там есть Указатели Кстати Во всех городах Есть указатели Поэтому Если вы Где-то заблудились И не знаете Как зайти в следующую локацию Просто Посмотрите На указатели И скорее всего Вы найдете Куда вам В какую сторону Идите дальше Так Где волки Опять волки Не спаунятся Что же такое Так Просто Тома Ты любишь смотреть Теоретиков В свободное время Если дату каких А что значит Теоретики Сейчас Крис Нам что-то расскажет Так Снова привет С вами Крис Я так подозреваю Что спрашивают Про игровых Теоретиков Которые очень много Рассказывают Теории про ФНАФ Или про Теоретиков Которые Та же самая Команда На ютубе Рассказывает Про фильмы И Тома По-моему Все-таки Видела Как я смотрел Парочку Видео Игровые теоретики Game Theory Я думаю Спрашивают У нас именно Про это Но она их Вроде бы Не смотрела Там много Теорий Про ФНАФ Про всякие Там Что Марио На самом деле Маньяк Да Вот она Вспомнила Ну Прикольно Конечно Почему нет Всякие Теории Прикольные Ну Да Просто Как я уже Многократно Говорила Я в принципе Очень мало Смотрю Каких-то роликов Ну Контент Всякий Интересный Всякими Такими Типа Додумками Тоже По Поняшам Тоже Наверное Можно Много Чего Додумать Придумать И как-то Обосновать Там Допустим Откуда Взялись Луна И Селестия И всякие Такие Забавные Моменты Почему Я кликаю По поне А не По волку Ты умер Или не умер Бедный волк Больше волков Да Ей Я 15 уровня Или нет Да Я 15 уровня Давайте еще одного Волка Для закрепления эффекта Потому что Иногда Что-то Скидывается Уровень Я как-то Тоже Уже Набирала 10 А потом Меня резко До 9 Откатило Не знаю Почему Причем Из Вроде Никаких Беков Не было Поэтому Так Так Ну вроде Да Так Я не помню У нас есть торговцы Бронькой В этой локации Или нет Давайте Наверное Сходим В магазин Куда-нибудь Сейчас Давайте Дойдем До деревни Если вы Не против Дойти До деревни Или Проще Наверное Дойти До ворота Дойти Точно Я знаю Где магазин В кантер море В общем Народ Давайте Пойдем Сходим В магазин В кантер море Я хочу Посмотреть Могу я себе Новую броньку Купить Или нет Если вы Не против И там Посидим Поотвечаем На вопросы Я думаю Нафармиться Уже все Нафармились Если кто Хотел Так что Я потихонечку Пешочком Выдвигаюсь Вот к тем воротам Чтобы через них Пойти в кантер мор Кто-то на дереве сидит Так Что Вдохновило меня На ОС И как я ее придумала Я придумала Свою ОС Потому что Меня очень много Спрашивали Есть ли у меня Своя ОС И я Решила придумать Свою ОС Села и придумала Сначала я придумала Кьюти Марку А потом Собственно Все остальное К ней Ну вот Что придумалось Вы можете Лицезреть После того Как я придумала ОС Я уже Это было Где-то осенью В 2013 году Потом На следующем Тестировании Зимой Я создавала Персонажа И увидела Что тут есть Тоже такое Радужное крыло Меточка Поэтому очень Удачно совпало Просто Правда Цвета тут Не в ту сторону В другом порядке Но Как бы Я считаю Все равно Откуда у вас Такие фонари Я тоже хочу Такой фонарь Где вы Сражников Отбираете Или где Вот Торговка Локацию Ну в смысле Временной Так Ну почему Я не Перехожу В следующую Локацию Тома Ты будешь Играть Во флэш Игры Ммм Да Тут крест Про игры Которые Бонни Рожают Что л Это флэш Игры Нету Нет Я думала записать ряд игр, там прикольно есть с девочками всякие, ну, девочками, кресты, там, типа, украшения комнаты, всё такое. Ну, в такого рода может быть какие-нибудь, ну, вот, одевалки я уже играю, да, это тоже, наверное, флэш, вот, ну, различного плана, там, где-то кто-то рожает или кого-то там лечить надо, прически делать, нет, такой я, наверное, не буду, есть только что-то такое декоративное и не сильно оперативное. Я тут, чтобы не кричать в микрофон, показываю Тому пантомиму, и Тома, это была не прическа, это была операция на мозге. Ещё лучше. Да, кто вчера пропустил, вот тут вот есть чучела, на которых можно потренироваться в ударах, они вам не ответят, на них можно практиковаться в пинании. Итак, я иду к торговке, которая возле точки спауна единорогов, так сказать, и попробую купить броньку следующую. Я просто, не знаю, 15-го или 20-го уровня, я в прошлый раз не докачивалась до 15-го, поэтому не проверяла. Хочу сейчас проверить, может быть, я уже могу следующую броню взять, если мне денег хватит и уровень подходит. Регистрация в этой игре через форум официальный, вы регистрируетесь на официальном форуме в форуме legendsofequestria.ru, точнее, форум legendsofequestria.com, господи. Вот, и этот логин на этом форуме будет вашим логином в данной игре. Я не знаю, как с русским сервером дела обстоят, но с официальным именно так. Возможно, и с русским, потому что, по идее, клиента один, только старенький. Тома, смотрел ли ты джуманжи? Да, мы смотрели джуманжи. Так, шок. Давайте-ка я куплю. Я куплю, я куплю, я куплю. Опять ноль бицц, надо что-нибудь продать. Продать камни. Все камни продать. Отлично. Так, следующая бронька. У меня сейчас черненькая. Смогу ли я уже золотую взять? Интересно. Так. Для какого она уровня мне больше интересно? Ну ладно, я куплю. В любом случае. И она для... Для 30-го? Серьезно? Что, правда? А остальные тогда для какого? Ну, серебряная и... Ну, елки, ну 30-го уровня, это вообще... Голд... Золотая броня для 30-го левла. Я думала, для 20-го. Может быть, для 15-го. Но она вообще до 30-го. Привет, Тома и Крис. Том любит качаться на волках. Она коварный ксдей вопрос. Я знаю, что одна группа в ВК делает переводы серий по ней с твоей поддержкой. Ты поддерживаешь эту группу. Это правда. Это знак вопроса был? Это правда. Вообще без интонации читает. Короче, да. Для 30-го уровня. Печалька какая. Я думала, хотя бы для 30-го. По поводу... Значит, Алисы, спасибо за поддержку. Да, на волках мы качаемся. По поводу поддержки. Если это о The Doctor Team. Потому что они там обычно пишут в видео, что при поддержке креативного канала дома. Да, это правда. Я их поддерживаю с самого момента, как они только начали делать субтитры. Это было уже сколько? Года два, наверное, назад они начали свою работу. И, как бы, они тогда еще были достаточно маленькой группой. Я их тогда... Ну, наверное, я была их первым крупным информационным, как у них написано, партнером. И, да, я до сих пор репачу все переводы их серий. И какие-то другие переводы различных анимаций тоже у себя публикую в группе. Поэтому, да, я, можно сказать, информационно ребят поддерживаю. Большое спасибо, что они до сих пор указывают меня в своих субтитрах как поддержку. Но, да, я надеюсь, что они и дальше будут нас радовать своими главными переводами. Так, пардон. Потому что они реально стараются переводить очень быстро. Так. Ты любишь танцевать? Вопрос. А, смотря... Что под этим подзажамевается? Ну, так-то, да, прикольно. Только обычно танцевать негде как-то. Давайте чуть-чуть отойдем от персонажа. А то мы весь вид загородили. Вот, можно тут посидеть, пофотографироваться. И я поотвечаю еще на вопросы. Тут мы еще не фоткались, по-моему, на этой локации никогда. В общем, рассаживайтесь. Можно тут вот на фоне замка. Красиво тоже сфоткаться. С книжками на голове. В общем, у нас групповое фото. Я пока подвечаю еще на вопросы из чата. А, так. Тома, какая у тебя любимая поняшка? Не считая кадры с Рарити и Эбблджек. Еще какое люблю. Так. Тома, ты любишь стримить Legends of Equestria? Ну да, прикольно. Мне нравится и самой, в принципе, играть. Но стримить тоже забавно. Это немножко сложно, особенно для голосовых связок. Как вы можете слышать, я говорю все более и более тихо. Но, тем не менее. Да, это забавно, когда бегать, когда много народу. Тома, кошка или лошадь? Я больше люблю кошки. Я вообще из всех животных больше люблю. Всяких кошачьих. В принципе. Потому что у меня с детства растила кошка, поэтому это сказалось. Так. Джумаджи я смотрела, уже сказала. Если у тебя домашние животные две кошки. Тигра и мышка. Умею ли я петь? Скорее нет. Я занималась в музыкальной школе, 7 лет отучилась. Пела в хоре, но я петь не умею. Я могу только в хоре подтягивать, но сама нет. Это ужасно мне получается. Тома, стримы по этой игре еще будут. Ну, конкретно на этом тестировании. Понятно, оно сегодня уже заканчивается. Поэтому нет. Ну, в смысле, уже просто не будет сервер работать. Когда начнется ЗБТ, наверное, еще буду стримить. Может быть. Ну да, наверное, почему нет. На русском сервере я, как правило, не стримлю. Потому что меня просто там нет, во-первых. Во-вторых, я не знаю особо, чем там заниматься. Не в обиду русскому серверу. Просто у них старенькие клиенты, версия серверов. И просто там многого нет. Ни боевой системы. Даже части локации нету. Типа Кристальной Империи. Поэтому там просто банально, ну, для меня. Если только вот так сидеть и отвечать на вопросы. Потому что, вот. Поэтому будем ждать закрытого бета-тестирования на официальных серверах. Так или начос? Я, честно говоря, так и не ела, поэтому не могу сказать. Знаю я ЛПС. Знаю очень поверхностно. Знаю, что такое существует. И видела визуальные игрушки. То мы что-то так. На создание моей ОС. Я уже сказала, что меня просто вдохновили требования подписчиков создать ОС. Чтобы им было проще меня как-то рисовать. Красиво ли я рисую? Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Я в свое время достаточно полупрофессионально этим занималась. Рисовала на заказ, в печатные издания и так далее и так подобное. Поэтому теоретически я рисовать, конечно, умею. Но практически меня очень сильно за это критиковали. За то, что я тем более деньги за это беру. И, в общем, после этого я не рисую. Хочешь пони сновкетчер? Это что такое? Не поняла. Привет всем передаю. Буду ли я делать на летсплее на Эмбиент? Я знаю про эту игру. Возможно, я попробую что-нибудь записать. Когда у меня чуть будет побольше свободного времени. Просто я хочу допройти ютуберс лайф. Потому что вроде больше половины я прошла. Вот когда я допройду эту игру, тогда я, наверное, смогу взяться за какие-то другие, в том числе поняшные игры. Эмбиент не поиграть. Потому что пока я до них не дойду. Так. Каденс или Флори Хат? Ну, Каденс, понятно. Флори еще очень маленькая. Флори. Смотрю ли я аниме? Смотрю. До сих пор смотрю. Самые разные. Получается, следующий стрим по Алое будет в декабре. Если ЗБТ начнется, если я буду иметь туда доступ, на это ЗБТ, то да, я буду стараться стримить. Но, опять-таки, как вы понимаете, на закрытую бету будут уже пускать по заявкам. То есть там надо будет, если вы действительно заинтересованы в данной игре, я буду стараться информировать об этом в группе. Если обычно на различных информационных ресурсах пишут о подобном, и когда будут открыты заявки, я надеюсь, они будут открыты в ближайшие месяцы, недели. Надо будет туда подать заявку, чтобы потом иметь доступ на сервер. А, да, Крис, это самое. По поводу рисунков, то, что я упомянула, что брала деньги за рисунки, имеется в виду, что мне заказывали профессиональные издания, да, то есть я рисовала комиксы для журналов. То есть это была, ну, как бы подработка. Я еще училась в институте и, да, подрабатывала рисованием комиксов на заказ, иллюстрации на заказ, в основном в анимешной стилистике всякие там, ну, и на сайты, и в игры рисовала для игры, там, для парочки. В общем, такое, ну, классическое рисование на заказ для различных проектов такой молодежной направленности, грубо говоря. Опять-таки, если я доберусь до записи вот этого подкаста, я постараюсь вам показать какие-то диски, какие-то журналы, ну, в самом стриме, в самом подкасте, для которых я что-то такое более-менее значимое рисовала. Смотрели мы Спорт Арт Онлайн, да, смотрели оба сезона. Да, очень понравилось. Крово. Даже Ранобе у нас есть в издании, кто-то мыстори у нас издавал, две первых книжки Ранобе купили, но пока не читала. Мои рисунки есть на моем сайте, tomair.com, там можете посмотреть. Он опять-таки есть в описании канала. Есть ли у меня кукла Кризалис? Да, есть у меня кукла Кризалис. Буду ли я делать ОАК своей ОС? Было бы прикольно, но я пока никак не решусь на ОАКе. Не верю, что мне это получится. Какое аниме ты посоветуешь? Смотря для какого возрастной категории, потому что анимешки очень самые разные, поэтому все зависит от того, какого вы возраста и на что вы, так сказать, нацелены. Потому что есть очень философские, есть легкие анимы, поэтому... Ну, вот упомянутый Спорт Арт Онлайн, в принципе, я думаю, как вы тут все любители компьютерных игр, посмотрите САО, потому что оно как раз про игры и про игроков в том числе. Так что это я могу точно порекомендовать, как минимум первый сезон, однозначно клевый. Второй тоже хороший, но чуть больше на любителя уже. Так, смотрела ли я аниме Хвост Фии? Нет, буквально одну серию только смотрелась. Смотрела. Ну, персонажи вроде прикольные, но, может быть, я бы и больше смотрела, но просто оно достаточно длинное, поэтому я даже не начинала. В декабре будет ЗБТ. Чтобы вы могли играть, нужно будет подать ЗФ-ку. Так. Потом же, года через три, игра будет доступна всем. Ну, я не знаю, возможно, сам факт ЗБТ заключается в том, чтобы люди от Hasbro не могли проникнуть на сервера и посмотреть, что тут творится, что тут используются локации. То есть, понимаете, как только игра выйдет в широкий доступ, у нее могут сразу возникнуть проблемы с авторским правом. Потому что, несмотря на переименование локаций, все равно в них четко узнается материал из мультфильма. И, как бы, а это, ну, сами понимаете, копирайт и все такое. Поэтому я даже не уверена, что когда-либо игра будет в полном открытом доступе. Возможно, она всегда будет только вот по заявкам по каким-то, потому что, говорю, как только она станет полностью и всегда открыта и доступна, и у нее сразу могут начаться какие-то именно проблемы с этим делом. Этого мы не хотим, поэтому я не знаю, как с этой точки зрения будут делать разработчики. Посмотрим, что они решат. Ну, как я уже говорила, в общем, я не уверена, что какое-то открытое будет все время вообще существовать. Так. Так, ну, вроде у нас все нормально идет. Сейчас еще минут 10 поотвечаю, то я уже, как вы слышите, очень печально начинаю разговаривать. Так, там был еще вопрос про мой любимый сезон покемонов. Я смотрела разные сезоны из разных поколений покемонов, да? Ну, в смысле, покемонов самих. Ни один из них не смотрела полностью. Если только, может, самый первый я почти целиком смотрела. Остальные смотрела частично. Они, в принципе, по-своему прикольные, с разными там спутниками и спутницами, аж ходят в разных кепках. Так, да, мне нравятся полнометражки по покемонам. Я смотрела первые четыре и несколько последующих, но более вырванные там из контекста, самые разные. Они все клевые. Поэтому, ну, полнометражки более интересны тем, что там более законченный, как бы, сюжет. И, как правило, полнометражки очень эпичные. То есть там именно про легендарных покемонов, там вообще какой-нибудь такой суперэпический сюжет. Вот, нацелено там какое-нибудь сохранение окружающей среды, что-нибудь такое там. Вот. И, в общем, да, полнометражки покемонов я могу советовать точно. Во сколько лет я начала собирать коллекцию пони? В 2012 году. Сколько мне тогда было? Много. 26? Не знаю. Играла ли я в Joy Pony Game? Я не знаю. По названию не помню такой игры. Блинчики или кексики? Не знаю. Все вкусное. Крис очень вкусно блины делает. Что думаете по поводу редизайна пони для MLP The Movie? Я, честно говоря, пока не особо вникла, в чем кардинальная суть разницы будет в дизайне. Вроде как, что-то немножко поменялось. Но, в любом случае, я думаю, что немножко обновленный дизайн будет поняшкам на пользу. Потому что им все-таки они уже 10-го года у нас. Ну, они вышли в конце 2010-го. Уже 6 лет. Я думаю, если немножко обновят флеш-модельки, это будет здорово. Потому что, ну, надо как-то что-то новенькое привносить. И в поняшек тоже. Так. Знаешь, крутую новость с Лорен Фауст вернулась. Это что-то странное, потому что Лорен Фауст сейчас занимается другим анимационным проектом. Она сейчас делает про девочек-супергероев, там, Бэтгелл и так далее. И к поняшкам она сейчас никакого отношения, насколько я знаю, не имеет. Тома, а почему, так скажем, оригинальные лои могут закрыть, а русский сервер нет? Ну, как сказать, русский сервер просто никому за пределом русского сообщества неизвестен. И все. То есть, я так думаю. Ну, я не была на русском сервере, но я не думаю, что там есть не русскоязычные игроки, а, как бы, проблема именно в зарубежной части сообщества. Потому что именно там, как бы, основные, по сути, которые могут сдать информацию копирайтерам, да? Ну, и сами копирайтеры, да? То есть, в нашем русском сообществе все это более так локально. Но если выйдет за пределы зарубеж уже, вот как это было с моим роликом с презентацией, которые, ну, кто не знает, в общем, на Пони Радио Кони была презентация от представителя Хасбера. Там рассказали всякую информацию, в том числе информацию по, как раз, вот, Пони Муви 2017 года. И показали несколько концепт-артов с пони-русалками внезапно, да? Вот, я это дело записала, как и те же The Dr. Team, и Dirt News, или как? Dirt Interview, как правильно называется, ребята? Вот, ну, неважно. В общем, я записала ролик с этой презентацией, выложила ее к себе на канал, и, как бы, первые пару суток было все спокойно, все нормально. А когда данный ролик засветился на зарубежном новостном ресурсе Questria Daily, меня сразу начали искать Хасбера с требованием, чтобы я удалила этот ролик, потому что, как бы, они внезапно заспойлерили то, что они должны были говорить общественность в этой презентации. На самой презентации они не говорили, что снимать нельзя, да, как бы, все нормально выложили, даже мы с Крисом сделали англоязычные субтитры, вот. И потом нас потребовали все это вообще удалить, забыть и нигде больше не вспоминать. Поэтому, как только информация доходит до именно зарубежной части, начинаются проблемы с авторским правом. Пока оно варится в нашем русскоязычном сообществе, как бы, проблем обычно не бывает, потому что у нас пока с копирайтингом не так все печально, и наше русское подразделение просто само еще, видите, оно сказало то, что не должно было говорить. То есть они пока, ну, в общем, менее опытны в этом деле, поэтому так получается. Будешь играть в Симс-3 или в русскую лове? Там было вроде, да, ну, в Симс-3 я уже играть, я думаю, не буду, я в Симс-4 спокойно играю. Ну, и в русскую лове пока просто у меня, я не вижу ни времени, ни пока особого смысла. Хочется сказать спасибо и пожелать побольше таких интересных стримов. Ей, да, спасибо, мы потихонечку, кстати, заканчиваем. Спасибо, что приходили всем за помощь, особенно тем, кто помогали нам собирать на новые наушники. Сказал, мы 20% собрали, это тоже очень здорово. Я надеюсь, им до какого мы там октября поставили, мы дособираем эту сумму. Так, за что я проголосовала в обновлении геймлофта? За магазин я проголосовала, потому что я просто не знаю, в каких домиках будут жить поняшки. Если бы там показали домик, я, может, и за домик проголосовала. Но так я проголосовала за магазин. Будут ли еще обзоры кукол? Будут позже. Или когда будут скидки на третью волну, или когда уже выйдет четвертая. По знаку зодиака я лев. Откуда я узнала о пони? Об этом есть целый ролик на канале. История моей любви к МЛП. Вообще о пони я знала с детства, но о текущем четвертом поколении я узнала благодаря Крису. Мне нравились старые пони. Когда вышло четвертое поколение, оно мне по картинкам сначала не понравилось. Я решила его даже не смотреть. Но потом Крис меня все-таки убедил посмотреть. И как бы с тех пор и смотрим. Do you speak English? Немного. Little. Тома, люблю я ли я Сейлор Мун? Да, Сейлор Мун я люблю. Опять-таки это было одним из моих тем толчком, который меня вообще подтолкнул к аниме и к рисованию в манго-стилистике. Мой любимый воин Сейлор и Юпитер, соответственно. Смотрела я его еще с детства. И сейчас Кристал смотрела. В общем, да. Эту франшизу я тоже очень люблю. На других кукол, кроме пони-кукол, я вряд ли буду делать обзоры. Потому что просто уже есть обзорщики, которые разбираются и в Monster High, и в Ever After High. Я не думаю, что мне имеет смысл лезть не в свою. Нормально. Я посмотрела, что у нас на экране происходит. В общем, я не думаю, что мне имеет смысл лезть не в свою, так сказать, вотчину. Я не очень люблю, когда другие блогеры так делают. Там снимали все время одно, а потом лезут внезапно в другую степь. Как бы это не очень красиво и не очень правильно, потому что все равно ты мало разбираешься в этой тематике. Зачем пытаться влезть куда-то? Постепенно переходить, да, можно. Но когда резкая такая смена, это печально. Так, видео у нас уже заканчивается. Потихоньку. Это вопрос о том, сколько мы еще будем... Так, смотрела ли я Доктор Кто? Да, мы смотрели. Крис смотрел очень много. Я смотрела, начиная с 11-го Доктора, сколько-то там сезонов с ним было, и потом последующие серии. Что, Тома, что будет в следующем мультфильме «My Little Pony»? Это в каком смысле? Ладно, давайте потихоньку... Тихоньку. То есть, если имеется в виду Sims 4, то я выкладываю ее с той точки зрения, потому что там ничего такого нет в этой игре Sims 4, честно. Там все зацензурено. Если... Ну, я играю, естественно, с включенной цензурой, я ее не отключаю. И там все прилично, там нормальные дочки, матери совершенно. Я не вижу, вообще не понимаю, почему... Ну, понятно, почему там поставлено 18+, то, что там можно детей делать и все такое, да. Но там это совершенно все нормально обыграно, и с точки зрения, как женщины, я могу сказать, что ничего там такого в этой игре нет, что нельзя показать ребенку. Приходит Крис и хочет вас спросить, вы правда думаете, что в GTA 5 играют дети старше 18? Нет, я, конечно, сам играл. Иногда играю в GTA 5, но я иногда захожу в GTA Online и там выполняю миссии вместе с другими людьми. И я каждый раз слышу в чате тоненькие-тоненькие голоса 10-12 лет. Они совсем не тянут на 18+, это к вопросу от целевой аудитории игр. Да. Ну, а когда у нас получается, что во всякие взрослые в кавычках играх играют дети, а во всякие детские играют взрослые. Очень забавно смотрятся вот эти вот пони, которые смотрят в камеру со стороны. Ладенько, давайте, наверное, на этом веселом моменте заканчивать постепенно. Так, если кому-то на что-то не ответила, заранее извиняюсь. Да, я уже повернула камеру. В общем, да, какие-то вопросы, скорее всего, пропустила, потому что чат немножко, я не успеваю за ним следить. Спасибо, что пришли. Надеюсь, вы сегодня еще поиграете сами по себе. Особенно еще раз призываю вас играть патиями, потому что вот сейчас прямо пока сидите, просто пригласите кого-нибудь в пати, кто рядом сидит, и просто побегайте, пофармите вместе. Потому что вместе качаться гораздо веселее и интереснее. Вот. Какие-то следующие стримы, если будут, об этом будет информация в группе, на канале. В описании, что? В описании ссылка на группу и на канал. Хорошо. Разобрались. На следующей неделе у нас будут уже поняшные обзоры, я надеюсь. Записи этого стрима будут вечером на канале. Может быть, я еще сама поиграю вечером, не знаю. Так что, если вдруг меня заметите, можете поздороваться. Но я не уверена, честно говоря, потому что пока мы сейчас разберемся с записями, уже и ночь начнется. Поэтому вот. Еще раз спасибо всем ребятам, которые нам жертвовали денежку на новые наушники. Надеюсь, когда-нибудь мы на них насобираем. Так. Сейчас я... Сейчас я выведу. Так. Так. Да, вроде все платные сообщения вроде все я зачитала, никого не пропустила. Еще раз спасибо всем, что пришли. И тогда увидимся и услышимся в следующих роликах. С вами были Крис и Тома. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok